Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Прослойка номер следующая. И никто не узнает, где могилка моя. Глава Ваишлах рассказывает о смерти и захоронении нашей праматери Рахель, на месте которой Яков Авину воздвигает монумент. Современное место, которое отождествляется с местом захоронения Рахель, находится в городе Бетлехем. Имеет довольно серьезный комплекс архитектурный, построенный на месте этого предполагаемого захоронения. Наша задача сегодня будет рассмотреть еврейские источники, начиная с библейских книг до наших времен, касающиеся этого места. Эпиграфом я бы хотел взять слова Георгия Шаловича Чхартишвили, он же Борис Акунин, один из моих любимых современных писателей, в его произведении «Кладбищенские истории», где он описывает различные захоронения в земле Израиля. «Однако в Палестине нельзя быть слишком дотошным и придирчивым к традиционным поверьям, иначе рискуешь остаться вовсе без святынь». Давайте посмотрим, выдерживает ли придирчивой и дотошной критики место нынешнего захоронения про матерь Рахель. В книге Борисшит написано «И умерла Рахель и была похоронена по пути в Эфрат он Бейтлехем». Что такое путь Эфрат он Бейтлехем? Означает ли это, что она была похоронена в месте, называемом Эфрат или Бейтлехем, или это название дороги, у которой она была похоронена? Поставил Яков обелиск на ее могиле, и это обелиск на могиле Рахель до сегодняшнего дня. Вот что описывает книга Борисшит. Если мы посмотрим на карту древнего Израиля, вот он город Бейт-Эль наверху. Здесь Яков Авину и его семья служили Всевышнему, и по вот этой дороге они направлялись, судя по всему, в город Хеврон, но не дойдя до этого места, где-то по дороге умерла проматерь Рахель. Современное место захоронения Рахель – это город Бейтлехем, и здесь находится этот монументальный комплекс, который посещают многие туристы и молящиеся. Следует отметить, что граница между коленом Беньямина и коленом Иуда проходит как раз по городу Иерусалиму. То есть все, что к северу от Иерусалима – это территория колена Беньямина, потомков Рахель. То, что к югу от Иерусалима, включая Бейт-Эль-Эль-Эхем, является местом колена Иуда. Нынешнее предполагаемое место, мое захоронение проматерь Рахель, находится на территории колена Иуда, что, конечно же, выглядит немножечко странно. Однако давайте обратим внимание на другие книги Танаха. Так, например, в книге Шмуэля рассказывается о том, что царь Шаул, будучи еще до того, как он был царем, как раз проживал в городе Гива. Он пошел в город Рама, где проживал пророк Шмуэль, чтобы спросить у него по поводу его затерявшихся ослиц. И придя туда, пророк Шмуэль сказал ему, что он будет еврейским царем. И как свидетельство этому, он сказал, когда ты пойдешь назад домой, у могилы Рахель ты встретишь двух людей, которые скажут тебе, что твои потерянные ослицы найдены. Из этого получается, что могила Рахель должна находиться где-то рядом с городом Рама, что находится на территории колена Беньямина, и что является к северу от Иерусалима. В другой библейской книге, в книге Ермиягу, описано, это место Иермиягу очень популярно среди всех евреев, которые соблюдают митцву молитвы. Так говорит Всевышний, голос в городе Рама слышен, горького плача. Рахель плачет по своим детям, ищет она успокоения по поводу своих детей и не находит его. Так сказал Всевышний. Убери свой голос от плача и глаза свои от слез. Есть награда за твои деяния. Слово Всевышнего, вернутся дети из земли врага. И наши мудрецы объясняют это место у пророка Иермиягу, что Навуходоносор, угоняя из Иерусалима в Вавилон евреев, то есть угонял он их бесспорно на север, по этой же дороге они проходили мимо города Рама, где захоронена Рахель, которая плачет по поводу того, что ее дети угоняются в рабство. Согласно этому описанию, опять могила Рахель, праматерь Рахель должна быть около города Рама, а не на юге, в месте Бейтлехама. И интересно, что в 1267 году этой эры великий еврейский мудрец Рабимошебен Нахман, оказавшись в Израиле, вдруг произвел кардинальную редакцию своего комментария в Торе, потому что он, живя в Испании, и когда он писал изначально свой комментарий на Тору, он утверждал, что Рахель захоронена именно на севере от Иерусалима в городе Рама. Однако, когда он приехал в Израиль, он сказал, ну я увидел ее могилу, она в Бейтлехаме, и туда все ходят на это место и говорят, что это место Рахель, поэтому я должен буду изменить свой комментарий. Шмуэль Давид Луцата, 19 века, автор, говорит, кто сказал Рамбану, что это место настоящее? Бейтлехам. Поэтому вопрос между северным и южным местом, он, в принципе, остается нерешенным. И давайте посмотрим, даже в талмудические времена этот вопрос существовал. Так, допустим, в Сифри, дворим, Рабимейр говорит, Бахилкошель Бнамета, Рахель умерла на территории, которая впоследствии будет принадлежать ее сыну, колену ее сына. Эйзу за Беньямина, что за колено, может, колено Иосифа? Нет, колено Беньямина. То есть опять, согласно Сифри, дворим, Рахель похоронена северу от Иерусалима. И вот это вот северное место около Рама как раз подходит под это описание, как говорит Рабимейр. Однако у нас есть в Баришит-Раба другая история, где, говорится, там, где она умерла, там ее и похоронили. Раби Янай и Раби Йонатан сидели, и пришел к ним один товарищ, скорее всего, ранний христианин, и задал им дерзкий вопрос, такой непростой вопрос. Ну ведь написано же в книге Шмуэля, что на севере где-то от Иерусалима около Рама встретились, Шаул встретился с двумя людьми у могилы Рахель, а как-то вот в другом месте написано, что в Бейт-Лехаме она похоронена. И один из раввинов, Раби Янай, не знал, что ему ответить, ему было стыдно, он попросил Раби Йонатана ответить. Раби Йонатан ему сказал, ты знаешь, это означает, что когда Шмуэль говорил с Шаулом в Рама, эти люди были в Бейт-Лехаме у могилы Рахель, а когда они его встретили, они встретили его у колена, на территории колена Бениамина на север. То есть пока Шаул от Рама шел на юг, из Бейт-Лехаме вышли эти два человека и встретили его на севере. Вот такой вот ответ дает Баришит Раба Медраш. Этот ответ используется многими очень комментаторами, Раши в частности, Радаком, Абарбанелем и другими. Так или иначе, вот такие вот два места, причем по библейским книгам, северное место намного более подходящее. Мой учитель доброй памяти, доктор Хаим Гугенхаймер, всегда очень переживал на этом месте и говорил, на каком основании должна Рахель быть похоронена на территории колена Иуда, на каком основании ее могила и место, где родился Бениамин, должно быть отдано другому колену. Вся загвоздка здесь, утверждал он, в том, что в Торе написано слово Бейт-Лехам. И создается впечатление, что это общеизвестный Бейт-Лехам. Но это не обязательно так. Дело в том, что в книге Ишуа упоминается Бейт-Лехам на территории колена Завулун. Это вообще на севере Израиля. То есть был и другой Бейт-Лехам. Более того, в книге Эзра и Нехемья, когда восстанавливают, пришедшие из Вавилона, восстанавливают назад свои уничтоженные города среди различных городов в территории Бениамина, и в книге Эзра, и в книге Нехемья тоже упоминается Бейт-Лехам, который евреи восстанавливают выходца из этого города. Поэтому, судя по всему, в Израиле было много Бейт-Лехамов. Именно поэтому южный Бейт-Лехам, находящийся на территории колена Иуда, в книге Шофтим всегда называется Бейт-Лехам-Егуда, чтобы отличить его от других Бейт-Лехамов. Сам термин Бейт-Лехам, который многие переводят как дом хлеба, что, возможно, конечно же, является его объяснением, но очень может быть, что это название, скорее всего, происходит от акадейского Лахму и Лахаму, пары таких полубожеств, связанных с водой, может быть, в какой-то степени даже связанных с плодородием, которым воздвигались храмы в Кнаане на различных территориях, места поклонений. И поэтому неудивительно, что таких названий было много. Чаще всего Бейт-Что-то в Кнаане означает храм или святилище кого-то, как Бейт-Шемеш есть место. В данном случае Бейт-Лехам, скорее всего, в Кнаанский период времени, это некое святилище Лахму и Лахаму вавилонских божеств, которым поклонялись Кнаанцы. Так что нету никакой обязательности, что это место может быть только одно в Израиле. Оно точно не одно было Бейт-Лехам. И на территории Бениамина тоже был свой Бейт-Лехам, около которого и могла быть захоронена праматерь Рахель. Так что нету никакой надобности, нет никакого основания не принимать северную теорию захоронения Рахеля. Однако, южное захоронение, оно более популярно. Туда всегда приходят посетители и молятся у этого места. И я бы хотел опять привести высказывание Бориса Акунина в той же книге «Кладбищенские истории». И он говорит, ну, в конце концов, так ли уж важно, в каком месте находилась то или другая вещь, или где кто похоронен. Главное, что многие поколения верили в подлинность этих атрибутов божественной истории. А искренняя вера, если ее очень много, и она длится столько веков, имеет свойство не только аккумулировать духовную энергию, но и обретать материальность. То есть, неважно, какое исторически правильное место или какое место больше совпадает с библейским текстом. Главное, это то, во что верят люди, а объект сильной веры со временем материализуется. Всем счастья и здоровья. с вами был Барух Юабов.